Все, пятница началась, у нас музыкальный час, у нас в гостях новосибирская рок-н-ролл панк-группа Just So Story. Все правильно я сказал, да? Все правильно. Андрей Райтер и Сергей Гуляев. Александр. А я что сказал? Андрей. А я сказал Андрей? А я Александр. Сегодня немножко побудете Андреем. Я не против, я что-то буду Андреем. Александр, да, почему сказал Андрей? Не знаю, ладно, все. У меня тоже уже пятница началась. Значит, почему такое название? Я вот, допустим, человек не знает английского, что такое? Just So Story. Мы что-то как-то привыкли говорить GSS вообще. Для своих мы говорим просто GSS, но Just So Story, конечно. В целом, почему так получилось? Я сидел на паре и нам предложили, ну, дали такой листик, где были названия произведений на английском. Лекция по-английскому была и, собственно, авторов. И нам нужно было их типа соединить. И мы как раз тогда, у нас были перемены, и нам нужно было какое-то название новое найти. И мы прям вот каждый день что-то мониторили, смотрели. И вот там было Just So Stories. И такой автор, как Эридиард Киплинг, может быть, слышали, который писал, да, самые известные сказки. И вот мы подумали, что типа, ну, почему бы не взять, как там вот у него Just So Stories было, как сказки, да, сказки просто так, или не знаю, как это сказать по-другому еще, ну, по-разному переводят. А мы решили взять как Just So Stories, как одну, какой-то мораль нашей жизни. И мы как раз постоянно просвещаем в своих песнях эти морали, о которых все забывают. Ну, самые главные морали в сказках, и мы о них забываем. Вот, то есть там, не знаю, ответь добром на зло и зло исчезли, например. То есть это еще и с творчеством связано? Ну, конечно, да. То есть, вы вместе учились все? Да нет, мы... Как вы образовались? Да мы с одного района. Парни с одного района. Да, ну, можно так сказать. И так бы и назвались, на районе. Да, 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 почему? Знаю, как-то. Тогда просто, знаете, как-то то ли модно было, то ли что, и мы решили, а, мы же по-английски пели, что я вру-то, модно было. Ну, и в том числе, наверное, не модно было, да, поэтому и нас не назвали группы по-английски, но, да, просто была какая-то вот тенденция, слушали зарубежные группы и подумали, что бы не назваться на английском, да и плюс пели, я считаю, да, по-английски, сейчас уже по-русски запели. Ну, а подумали, что нам название менять, у нас уже как бы знают, так, поэтому, почему бы и нет, вот, решили так и оставить. А мы, да, мы с детства, с детства дружим, да, то есть мы в разных школах учились, но просто всегда, наверное, райончики пересекались и... Назнали друг к друге, собрались мы в разное время, то есть мы играли в разных группах, ну, в частности, в моем случае, там, мне Саша звонит, ты хочешь поиграть с нами? Так, есть, спрос. Да, у нас тут барабанчик слился. Я, кстати, я пришел в группу и завалил, типа, вот эту кашу с названием, нет, типа, ребят, это название не подходит над новое, вот, вот, и мы, собственно, начали менять, потому что были и другие названия до этого, и, собственно, начали... Это третье название, это нормально, через это проходят все, и проходили мировые звезды, да, безусловно, конечно. И наши, российские, тоже, собственно, вспомнить, если кино, они же были гареные гиперболоиды, да, изначально там названия... Послушал именно ее, как, по-взрослому, да, то есть, типа, осознал, ощутил ее, я ее слышал до этого, конечно, но тут я прям проникся ее в первый раз в жизни год назад, представляете? Я тут как-то со студентами, в общем, общался, и у меня на телефоне играла кукушка, вот, в исполнении Цоя, и они такие, ну, какая-то перепевка, я говорю, ребят, эх, вы... Да, это кавер, да, эх, вы, знаете классику. Ну, вот. Ну, у вас все еще впереди. Ну, безусловно, конечно. А прямо сейчас давайте послушаем ваш трек, это, я так понимаю, какая-то новая композиция, да? Это хорошо забытая старая композиция, у нас выходит новый альбом 15-го числа, 15-го августа, вот, и как раз это будут некоторые бонус-треки, некоторая полноформатная такая картиночка будет складываться, и эта песня 12 месяцев именно в том варианте, в котором мы исполняем вживую, и это вот такой бонус акустический, поэтому мы хотели показать ее. Ну, сейчас она будет в записи, да, вживую мы послушаем вас чуть позже. У нас в студии Радио 54 группа Just So Story, Александр Райтер и Сергей Гуляев, я так понимаю, что вы не в полном составе, еще есть ребята. Конечно, и нас еще двое, они, наверное, спят. Надо о них сказать, это Евгений Молотков, да, бэк-вокал-гитара, и Семен Калмыков, да? Да, все верно. Кто пишет стихи и музыку? Я. Вы? Я пишу. Лидер, значит, да? В основном я пишу, да, да. А что вдохновляет на творчество? Ой, жизненные ситуации. Да, нет. Очень, ну, там, любовь, там, ну, вот сейчас песня про любовь звучала, любовь, все такое искренне, песня такая довольно простая, как и вот влюбленность самая первая, то есть все такое пушистые облака. Поэтому и настоящее. Ну да, нет, на самом-то деле так и есть. Нет, знаете, очень, у меня есть такая позиция, что песни, в принципе, мне очень сильно помогают. В каком плане? Вот люди, многие, допустим, когда злятся, или там их что-то не устраивает, или они наоборот переполнены, там, не знаю, эмоциями, они начинают там, если они злятся, они там могут посуду бросать, там, кричать там на своих любимых, дорогих, там, что-нибудь такое, дневники писать, не знаю, там, подушку бить, все что угодно. А я таким образом материализую, материализую свои, получается, эмоции, свои чувства, песню. То есть я просто хочу передать свое состояние, если оно меня беспокоит, я его передаю, и оно меня отпускает. И каждый раз, когда я его начинаю перепевать заново и заново, оно меня уже не беспокоит. Оно уже просто вот рядом со мной, я просто рассказываю историю. То есть оно превращается из какого-то чувства, которое меня тревожит, в историю. Вот и все. Сергей, бывают какие-то споры, конфликты в коллективе? Это добрый полицейский, плохой полицейский. Нет, это не надо, это не пойдет, нет. Очень много песен про любовь там и все такое. Спорите, да? Конечно, спорим, конечно. Но если ты не споришь, тебе все равно. Споришь, да, что есть какие-то позиции и разную музыку все слушают. По-разному какие-то уроки все разные проходим. И, соответственно, когда Саша может принести очень много песен про любовь, я могу сказать, что нет, должно быть. Давай пиши про экологию. Да, пиши про вот то и про это. Есть, про экологию. Да, и про это. Вот, соответственно, споры есть, слушаем все, все разное, идеи разные, период, который мы проходим в жизни совершенно разный, несмотря на то, что мы вместе идем все, и у каждого настроение разное. Поэтому без споров никак. Без споров никак. Я считаю, что за последний, наверное, вот с выходом прошлого альбома, который так не становится легче называется, я думаю, что с этого момента мы уже встали на рельсы и уже катимся. Ну, имеется в виду, катимся в нашем направлении. То есть нет вот этого поиска жанра и так далее, то есть все, вы уже выбрали. То, что, по крайней мере, ну, мы как, ну, мы развиваемся, мы стараемся, стараемся и отчасти и меняться, и оставаться собою, ну, как многие. Просто слушаем свое сердце, спорим, и получается наш путь. А мы слушаем вас. Just so story. Да, я спою песню. Ну, проблемы с английским, да? Just so story. Да, just so story, да. Ну, как к русским языкам. В общем, я сейчас время песни, да? Да. Спеть. Вот как раз, раз уж заговорили про прошлый альбом, то нужно спеть песню, которая называется «Я еще не проиграл». Вот. Нет времени ждать, пора проснуться и начать сначала то, что потерял, но факунутся в отражение искажающих зеркал. О-о-о-о-о-о, я напуган, но не сломлен О-о-о-о-о-о-о, я еще не проиграл Бывают дни, когда ты сам никто И быстро падаешь на самое дно И каждый вытрет от тебя всю грязь Ведь это то, что нужно им сейчас Дорвались в который раз, ваш взгляд мне не указ О-о-о-о-о-о, я напуган, но не сломлен О-о-о-о-о-о, я еще не проиграл Вся жизнь играл судьбою Хочу расправить крылья я Меня не взять без боя И я еще не проиграл О-о-о-о-о-о, я напуган, но не сломлен О-о-о-о-о-о-о, я напуган, но не сломлен О-о-о-о-о-о-о, я еще не проиграл Я напуган, но не сломлен Я еще не проиграл Спасибо! Группа Just So Story в студии Радио 54 Вот скажите, если бы была возможность спеть с кем-то из, пусть, рок-звезд, с кем бы вы спели? Что, начнем с русских или что? Без разницы, без разницы Вот есть такая, вдруг, возможность выдалась, кому бы вы выбрали? Да, самых, не знаю, любимых, пускай это будет «Монаконда» с порнофильмами, пусть будет «Луна», пусть будет, не знаю, «Салай Оль» я бы с удовольствием успел Кто у нас еще есть классные из наших ребят Ты знаешь кого-нибудь из перечисленных? То есть видно по моему лицу, что я сейчас немножко абстрагировала Ну все нашумели, вот мы перечислили, ну реально, ну всех, которые нашумели, ну честно Интересно было бы, я бы даже, я бы хотел попробовать даже сделать что-то вот с кем-то, кто вообще вот абсолютно с другой области Ну вот, просто они сейчас отсветятся, ну «Монеточка», например, та же самая сейчас светится Ну вот, мне было бы интересно посмотреть, как бы мы смогли адаптировать вот именно то, что мы играем, с тем, что она, допустим, какие у нее мысли могут появиться на этот счет Поэтому было бы интересно Может быть кто-нибудь там из каких-нибудь там, может рэп-исполнителей, но это тоже все должно быть, ну как «Инаконтас», например Вот было бы очень круто, на самом деле, с ними А из зарубежных? Ну, я не знаю Ну, я хочу кого-нибудь, кто по-нашему возрасту Если я скажу «Fall Fighters», ну кого? Ну, они… Они старые! Ну, типа, да, ну, типа, хочется Было бы здорово, было бы здорово с ними на сцене на одной сыграть, да? А если именно фитануть, ну, как по простому мы говорим, фитануть Сыграть вместе какую-нибудь совместную песню Ой, даже не знаю, ну кто там Ну, кому хотя бы 30 лет из тех, кого мы более-менее это слушаем так сейчас Я «Fall Fighters» постоял бы просто Просто, я говорю, просто просто постоял Отлично, все, нам это пожелаем Пусть мечты без этого сбываются Спасибо Это еще не все Поете вы хорошо Творчество интересное Да, мы желаем успеха, удачи А хотим услышать от вас какую-нибудь жизненную интересную историю Забавку Отлично В общем, дело было так Мы поехали в наш второй тур по России Вот И мы ехали на нашей машине У нас есть минивэн И мы, получается, загрузили в него весь аппарат Все сделали красиво, все оформили, все классно, все нормально Все, деньги есть, все хорошо Первый концерт дали в Новосибирске И после этого поехали в такой сагородный дом К нашим друзьям Которые нас приняли, чтобы мы там в баньке попарились Ну и, соответственно, это было как бы начало, что мы как раз стартуем Едем в Томск, как раз наверх туда вот И дело было как Так, утром, когда мы проснулись, я решил подкачать колеса С помощью этого, ну через прикуриватель ставить эту штуковину, там компрессор, это ты подкачать колесо И Серега стоял рядом с машиной, курил И я смотрю, дым из салона валит Я ему говорю, ты что, типа, бычок в этот, что ли, выкинул? Он говорит, да нет, я типа не выкидывал А тут я понимаю, что у меня колесо перестает качать И у нас дым из машины идет, как бы И я такой, типа, то есть ты не бросал бычок, да? И я такой, я сразу, у нас Женя, он занимался машиной нашей Он знал все о ней И я так, Женя, что-то не так, типа, да? Он прибегает, смотрит, мы там, все как бы в дыму И тут мы понимаем, что мы дали только один концерт из ближайших Там, у нас должно было быть их очень много Вот, и получается, на первом же концерте у нас сгорел прикуриватель Отрубило магнитолу И, получается, мы ехали полностью, не могли заряжать ни телефоны Ничего не могли делать, но Успокоимся же успокоишь И в Томске мы все починили Каким-то там образами Вот, но это было довольно забавно Ну тур прошел, все хорошо Да, все было нормально Концерты застояли Конечно, нет Тут в случае, когда в знаки верить нельзя Это обычно просто машина ломается где-то в середине Ага А тут сам начал Ты просто отыгрываешь первый концерт И можешь дальше не поехать То есть мы попарились в бане Наелись Отлично нас приготовили Все-таки румяные вышли Вот И, короче То ли еще будет Александр Райтер Сергей Гуляев Группа Just So Story у нас была в гостях Спасибо, ребята Я тоже всех благодарю Евелина продолжает Евелина Ларина Александр Ильич Саиденко Ну а я до понедельника Ю-ху Всем добрых и позитивных выходных Услышимся Все, да? Да Отлично Я уже думал, что песни-то это будет Услышимся Услышимся